Я иду, все на меня такие смотрят Смотрят на меня такие все Все, там друг друга типа Эй, смотри, смотри Ты не ожидаешь, что ждет тебя за поворотом Как вам мой лук сегодня, ребят? Вот видите, тоже обернулся, мужик Сегодня матрица сломалась Помните, в первой части, когда Морфис привел Нео В эмуляцию, да, их подключили Нео шел и все обращали На нее внимание, все там смотрели Оборачивались, толкали и так далее Морфис говорил, что вроде как матрица Знает о том, что ты здесь Она тебя чувствует, ну что-то в этом роде Я себя абсолютно так же сейчас чувствую Редко видят парней с удлинными волосами А мне знаете, что более удивительно Видеть тук-туки такие Мотоциклетные проезжают С детьми В открытом кузове Дети сидят в открытом кузове, тук-тук О, прям по дороге едет в центре города Вот это меня удивляет Вот на это стоит обращать внимание, я думаю Только почему-то ни разу не видел, чтобы гаишники останавливали автомобиль Ну этот мотоциклетный тук-тук С открытым кузовом Я не думаю, что это законно И я не думаю, что это безопасно для детей Но Все наоборот Все наоборот, видите как Сейчас 8 вечера Я иду на базар Пытаюсь успеть за семечками Кстати, погода на улице 40 градусов Тепла 8 вечера Конец июля в Ташкенте Что хочу сказать насчет семечек Великолепные семечки И такие вкусные семечки, как здесь, я нигде не пробовал Раньше я думал, что самые вкусные семечки Это соленые от Мартина, которые мы в России ели Но когда попробовал здесь Черные большие, называются мега Соленые Жареные соленые Я просто не могу от них оторваться И все, кто их пробует, тоже в восторге Стоят они 40 тысяч сумм за килограмм Я думаю, тысяч пять сумм пакетик вам будет достаточно, чтобы объесться Сейчас сезон арбузов и дынь пахнет дынями Повсюду продаются, кстати Я тут несколько дней назад обнаружил фикс-прайс на арбузы Здесь есть сеть продуктовая, корзинка, как вот в России, там пятерочка Магнит, здесь есть корзинка И в корзинке фикс-прайс на арбузы Есть арбузы по 5 тысяч и по 10 тысяч сумм То есть, грубо говоря, там за 30 центов арбуз и за 60-70 центов арбуз Гигантский Я видел, как парень просто тащил вот, ну, гигантский арбуз Не знаю, сколько он в длину Такой огромный Я спросил у кассира, о чем у парня вышел арбуз Она говорит, 10 тысяч фикс-прайс на арбузы Настя, нам с тобой нужно сходить за арбузом Представляете, фикс-прайс на арбуз Никогда такого не встречал Замечательно Смотрите, целый пакет Сыпучки У меня вышел на 40 тысяч сумм Чешенький такой прям пакет Что у нас здесь за 40 тысяч сумм? Штовсянка российская Уборщик килограмма Те самые семечки На 10 тысяч Вот они, какие гигантские Вот смотрите, мой палец Вот какие семечки Жареные, соленые Невозможно оторваться И макароны Смотрите, сколько макарон получилось Вот такая гигантская пачка Тут, я не знаю, наверное, килограмма Полтора, может, килограмм шестьсот Эти макароны Производство Узбекистана Там, правда, на них какая-то итальянская марка Итальянский флаг надрисован Я уточнил Может быть, по каким-то итальянским рецептам делают Я не знаю Но макароны очень вкусные Они стоят 14 тысяч за килограмм То есть, это где-то Доллар 10 центов Доллар 20 центов за килограмм Это все у нас вышло На 40 тысяч сумм То есть, не знаю Это 3 доллара, наверное Вот мой рюкзак Вот пакет Знаете, чем еще интересно Узбекистан? За каулочками Можно случайно куда-нибудь повернуть И оказаться в какой-либо сказке А еще бывает Ты идешь-идешь Вроде по знакомому району Но другой тропинкой И бамс Выходишь на вот такую Современную архитектуру А это, кстати, школа Представляете себе У них там площадка своя большая Красивая Современная Футбольное поле большое Вроде бы спальный район Вот, кстати Вот, пожалуйста Домишки Те же самые Я тут как-то шел По одной и той же Проторенной дорожке В сторону паркента С Лисунова И каждый раз проходил Мимо какого-то мотеля На вид это Мне показался мотелем Там постоянно много машин Каких-то снаружи стояло Я думал, куда все эти люди делись Которые в этих машинах сидели Потому что Здание-то Не такое же большое Там два этажа И то оно постоянно перестраивается На первом этаже Там у них аптека Магазинчик какой-то еще Куда все эти люди девались Я думал Но смотрю Куда-то они проходят В какой-то В какую-то арку Такую невзрачную Здесь что-то готовят Неподалеку Идет туда семья Из трех человек Папа, мама И дочка За ручку идут Так я пройду за ними Туда В этот закоулок Там Под аркой Куда ты там спускаешься Я захожу туда И что я там обнаружил Я попробую вам Снять В одном из следующих выпусков Не буду раскрывать секрет Затравочку Я вам записал Закоулочная жизнь Вот я зашел В один из переулочков А здесь, ребят Здесь джунгли просто Джунгли, я вам говорю Здесь так зелено Ну Я думаю, камера это не передает Но я зашел Я как будто В воздушную пробку зашел С чистым воздухом Птицы какие-то поют Сразу Зелено Темно Видите Свет не попадает Потому что Все вокруг Покрыто зеленью И тут нас встречает Такой Интересный Старенький Бассейн Неработающий Вот здесь вот Там, наверное, детишки играют В машинке Лесенька есть Жаль, не работает Но труба у него еще, кстати, там Труба к нему еще подведена Вот И интересно так устроены Дома По квадрату стоят А внутри Как Нью-Йоркский парк Централ парк А внутри Зелено в квадрате Здесь хорошо спасаться От жары Здесь вот даже Видно Столик поставили Со скамеечками Чтобы от жары Спасаться Заколочная жизнь В Узбекистане Очень развита Я, если позволите Так это назову Это Такие Чудеса Удивления Открытий Постоянно открытия Постоянных Открытий Застройка Возможно Случайная Местами Этому способствует Ты не ожидаешь Что ждет тебя За поворотом Смотрите Дома Дома Вот классические Как здесь везде Здесь тоже такой дом А посмотрите Здесь какой дом стоит Вообще Какой-то он Одноподъездный А он вообще Зигзагом идет Оказывается И парковочка Такая самостоятельная Всего на 4 машинки 4 машинки С номерами Все крытое И Какая-то косая улица Просто идет В городской Я имею ввиду Застройки В картографии городской Так скажем Эта улица Она вообще косая Просто улочка Проезд для одной машины Две тут Еле разомнутся А здесь вот Домишко Такой Еще домишко Такой же пристроен Между ними уже джунгли Натягиваются И проход А в проходе там А проход там закрыт А внизу там еще подвал За этими кустами Я Впервые здесь иду сейчас В очередной раз Просто завернул В другую сторону Так А где я? А А я всего лишь навсего Недалеко от Широкой дороги Бешарык по-моему От Катышева От базара Вот пожалуйста Живленная дорога Ты заходишь за один дом От дороги И здесь Можно наткнуться на Такие чудеса Джунглей Здесь зеленые Очень дворы Необычная застройка Какая-то школа А современная Я думаю что Стоит туристические Маршруты Вести не только Через знаковые места Исторические Но и просто Дать Дать туристам Погулять По махале Там по махале По другой махале Внутри кварталов Здесь самая жизнь Здесь те самые люди Та самая культура Не из книжек А реальная Настоящая И все И все Вот пожалуйста Оказывается я уже Возле метро Это наземное метро Какие-то телепорты Ты заходишь Оказываешься где-то В джумандже Через пять минут Выходишь из джуманджи А ты телепортировался Там на три квартала На четыре квартала В другую сторону Кстати Здесь что-то горело Вчера Новости были Здесь был пожар Крупный А сейчас уже Даже ничего Об этом И не слышно Ничего не видно Я все думаю Что сейчас выйду На улицу арбузов Какую-нибудь Потому что Здесь часто встречаются Такие улицы арбузов Знаете Там Прямо Лавочки на лавочках Точнее даже не лавочки Продавцы стелят себе Курпачу На земле Лежат Отдыхают Пить чай У них Такой Навес А под ним Арбузы И вот так вот Редком могут Прямо вдоль улицы Длинно Стелиться Вот эти ларечки Вот сейчас Я вам покажу По типу такого Вот Смотрите Вон там Ребята отдыхают Сзади Лежат А вот здесь Арбузы продают А вот здесь Навес Сейчас я поближе Даю Ну здесь не только Арбузы Здесь видно Что здесь разные Овощи Фрукты Товары А вообще Есть прям Улица С такими Навесами Прям Только арбузы Даже дынь По-моему Нет Только арбузы Смотрите Какие лепешки Здесь прекрасные Ааа Лепешечки Красивые Как солнышки Тандыр Пекарь Привет Пахнет Знаете Таким Луком Фаршем С луком Здесь вот Кафешечка Вот Вот эти чайнички Подают Бесплатно С чаем Ты там Заказываешь Например Какой-нибудь Себе Пирожочек Садишься Здесь Там Соус На столе Бывает Еще Подают Такой Томатный Соус Острый Бывает Еще В бутылке Какая-то Прозрачная Жидкость Ни разу Не пробовал Ребята Подскажите Мне Что это Такое В бутылке С-под Кока-колы Например Часто Подают Там Еще Какая-то Трава Как будто Внутри Плавает Такая Настойка Только не на Змее А на Какой-то Траве Прозрачной Наверное Какой-нибудь Уксусный Соус Наверное Для чего-то Ребят Подскажите Что это Такое Я Что-то Ни раз Не пробовал Я даже Не понюхал Это По-моему Надо бы Как-то Исправиться Вот Пройти Просто так Вам не дадут Через Пешеходный Переход Только Если Вы Большой Семьей Идете Или Большой Толпой Надо Снимать Вот Так Чтобы Они Видели Что На них Камера Направлена Тогда Может Пропустят Хотя Пешеходный Переход Здесь Под ногами Зебра И Вот Еще Знак